Вот мы и добрались до важной темы зона комфорта. В связи с тем, что мы очень часто пользуемся красной ручкой, когда мы постоянно себя критикуем, когда мы привыкли к тому, чтобы делать что-то через большое усилие, через преодоление, очень важно ощутить вашу личную зону комфорта. Я часто слышу фразу «Выполняем упражнения на 5 баллов по ощущениям неприятностей в шкале от 0 до 10». В нашем методе, в основе его, лежит зона комфорта, когда вы испытываете ноль не только болезненных ощущений, но даже ощущений, которые отвлекают ваше внимание. Например, вы делаете упражнение и чувствуете чувство тяжести внутри вашей области живота. Это значит, что надо остановиться чуть раньше, не переходя эту зону комфорта. Почему это важно? Напоминаю, что мы работаем не с мышцами и не с движением, мы работаем с нервной системой. И мы учимся считывать сигналы, когда мы проходим зону комфорта. Нервная система с нами разговаривает через ощущения. И каждый раз, когда мы учимся управлять своим телом, мы налаживаем эту связь. И вам задание. Насколько вы хорошо ощущаете свою зону комфорта? Не только телесную. Как вы ощущаете зону комфорта, коммуникацируя с другими людьми? Как вы ощущаете зону комфорта, когда находитесь в какой-то позе длительной? Что для вас зона комфорта? И если вы ее переходите, предлагаю научиться обучаться только в зоне комфорта. Это увеличит результат и эффективность работы с мозгом, когда мозг гораздо быстрее будет перестраиваться, а процесс обучения будет приносить вам только удовольствие.